Ночь, улица, фонари и темнота. Это все в строящемся этнокомплексе Амазония. Отсутствие электричества лишь одна из проблем, которые видно невооруженным глазом. Об остальных в нашем материале. Отличная площадка для любования звездами. Так окрестили этнокомплекс наши коллеги с портала на связи. С ними согласны и жители города. Звезды превращают все это в сказку. Пару дней назад тоже решили взамен залива приехать погулять сюда вечерком. Каково было удивление увидеть полный мрак. Приехали в итоге в парк Победы. Думаю освещение вскоре включать будут хотя бы до 23.00. Ну а там какой-нибудь дежурный должно быть. Там стоят красивые фонари буквально через полтора метра друг от друга. Это дизайн такой для солнечного дня. Когда появится освещение? Этот вопрос волнует и руководство республики. Вечером это опасно, что там на каждом участке будем выставлять полицейских что ли. Это практически невозможно. Подрядчик говорит, что работы все выполнил в полном объеме. И у него есть такт прием-передачи, в котором подписано, что министерство культуры все это приняло. После этого она была разграблена. Тоже на 8-9 миллионов рублей. Теперь разбираться в этой ситуации будет суд. Минкультура республики уже подала исковое заявление. Не все в порядке и с другими видами коммуникаций. Подрядчик допустил многочисленные нарушения. А сейчас находится в стадии ликвидации. И эти люди, они тоже черной списке должны быть, но, к сожалению, выигрывают контракты, никто ничего не расторгает и так далее. Понимаете, и в итоге мы имеем сами проблемы, а потом рассказываем, вот как подрядчики плохо выполнили свои работы и так далее. Они вообще даже к государственным муниципальным заказам близко не должны подходить. Исправлять недоделки придется другой организации. Поиски уже идут. В целом, по словам министра культуры, общая работа по проведению коммуникаций, электричества, газа и водоснабжения будет завершена в ноябрю. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.